Всем привет! Меня зовут Юля, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня пятница, а это значит, что я снимаю новый мастер-класс по маловарению. В этом видео мы с вами будем делать мыло-арбуз, ведь сейчас лето и хочется чего-то яркого и вкусного. Форму я буду использовать не совсем стандартную. Я взяла вот такую, на самом деле это форма в виде 3D пирожного, которая называется макарун. И если вы еще не видели, то можете посмотреть мой мастер-класс, где я делаю мыло-арбуз только при помощи формы для бомбочек. Получилось очень классно, ссылочка под этим видео. Ну что, давайте приступать. Первый слой это будет кожура арбуза. Для этого я возьму прозрачную мыльную основу. Если что, я использую только английскую. Арбуз имеет светлые и темные зеленые полосы. Давайте начнем с темных. В прозрачную основу добавляю такой вот краситель. Это пигмент производства Швейцария. И вот такой у меня получается оттенок. Теперь при помощи такой вот пипетки я буду покрывать основой дно формы. Также вот здесь я приготовила стаканчик с очень горячей водой, чтобы промывать пипетку. Иначе основа там просто застынет. Теперь мне нужно получить светло-салатовый цвет. В прозрачную основу я уже добавила несколько кубиков белой. Все это растопила. Давайте, наверное, начнем с вот этого вот пигмента. Называется он зеленый неон. Добавляю 4 капли. И также добавлю темно-зеленого. Три капли. И еще у меня здесь есть пигмент лайм. Добавлю 2 капли. Он придает зеленому более такой салатовый желтый оттенок. Для своего мыла я выбрала аромат черничный чизкейк. И специально я взяла одушку арбуз, потому что чизкейк мне очень нравится. И руки я буду мыть с большим удовольствием. Теперь эти полосы из мыла я процарапываю острым предметом. Необходимо это сделать для того, чтобы они сцепились с основным слоем. И не остались в форме. Сбрызгиваю спиртом. Заливаю основу в форму. Теперь я залью тонкий слой белой основы. Он будет служить кремовой прослойкой в нашем макаруне. Для разнообразия я добавлю сюда несколько капель одушки в персик. Все как обычно, процарапываем и сбрызгиваем спиртом. Заливаю. И самый верхний слой у нас, конечно же, будет красный. В прозрачную основу я добавляю пигмент красный валентин. Красный слой получился не совсем насыщенный. И я добавляю еще один пигмент, только уже производство, Швейцария. Четыре капли. Одушку черничный чизкейк. Процарапываю, забрызгиваю спиртом. И заливаю. И заливаю. И пока еще основа не покрылась пленочкой, добавляю маковые зерна. Все это вот так вот перемешиваю палочкой. Они будут служить косточками в нашем арбузе. Мыло уже застыло. Теперь давайте достанем его из формы и вместе с вами посмотрим, что у меня получилось. Такое мыло я делаю впервые. И мне самой очень интересно посмотреть на результат. А особенно какая получилась кожура. Ух ты! Мне очень нравится. Кожура получилась как настоящая. Хотя знаете, мне кажется, что темные полосы можно было сделать немного потолще. Хотя все арбузы такие разные. Красная сторона мне тоже очень нравится. И идея с косточками кажется просто замечательной. А вам сначала я думала из обычной основы сделать ее черного цвета и вырезать маленькие косточки, наклеить их вот так вот по кругу. Но потом подумала, зачем это делать, если мак мыли всегда смотрится замечательно. И вот такой получился результат. Ребята, я очень надеюсь, что эта идея вам понравилась. И если это так, то с большим нетерпением жду ваших лайков. Также напишите в комментариях обязательно, что вы думаете по поводу нашего сегодняшнего преображения этого макаруна. Я из этой формы могу сделать еще что-то интересное. Какие-то фрукты, ягоды, рожицы, смайлики, мишки. В общем, я жду ваши комментарии. Хотите ли вы посмотреть, что еще можно сделать с этим макаруном. Ну а с вами была Юля. До встречи в моих видео. И всем пока!